Всем привет! Продолжаем знакомиться с творчеством интересных художников. Сегодня хочу вас познакомить с бароном Фредериком Лейтон. Английский художник, яркий представитель викторианского академизма, салонного искусства и в некоторых отношениях близкий по Ерафаилитам. Вот что написано в Википедии о нем. Родился 3 декабря 1830 года в графстве Северной Йокшир. Отец Эдвард Лейтон преподавал медицину, а дед был придворным врачом российского императора Александра I. Начал рисовать в 9 лет, когда поправлялся после скарлатины. В 1842 году он прибавил себе несколько лет и поступил в Берлинскую академию художеств. Уже через три года его приняли в Академию художества Флоренции. Серьезно писать Фредерик Лейтон начал во Франкфурте в 1846 году. Здесь он поступил в местный институт культуры. Через два года Лейтон покидает Франкфурт в связи с революционными волнениями и переезжает в Париж. Через несколько лет он вместе с семьей вновь оказался во Франкфурте и смог закончить учебу. В Германии Лейтон приступил к работе над первым масштабным полотном. Сюжеты были взяты из жизненных сцен итальянского живописца Чимабуэ, жившего во второй половине 13-го столетия. Чтобы лучше проникнуться в творческом великих итальянских живописцев, он предпринял первое в своей жизни самостоятельное одиночное путешествие. Был уже в Риме, с головой окунулся вихрь светских удовольствий. Руководительницей Лейтона в его похождениях стала Аделаида Сарторис. Это была известная оперная певица. Ее салон открыл возможность молодому живописцу познакомиться со многими замечательными людьми своего времени, в том числе с Уильямом Текереем. Особенно тесные дружеские отношения завязались у него с супругами Браунинг, а также с ведущими французскими академическими живописцами того времени Жеромом и Бугро. Кстати, впоследствии Лейтон создал серию иллюстраций к пойме Элизабет Барретт Браунинг, а после ее смерти спроектировал надгробие на ее могиле. Тесные творческие и личные отношения поддерживал художника со своими натурщицами Кони Гилкрист и Дороти Дин. В 1855 году завершил работу над Мадонной Чимабуэя, отослал ее в Лондон на выставку Королевской академии. Картина получила огромный успех, была приобретена королевой Викторией за 600 генеи. А художники заговорили, заговорили в аристократических кругах Англии. В 1855 году он посещает Всемирную выставку в Париже и остается в городе на последующих три года, где совершенствует свое мастерство. Путешествует в Алжир, побывал в Сирии, Египте, Турции. Принц Уэльский в 1859 году приобретает у него картины, после чего наследник престола стал не только дальнейшим покровительным живописцем, но и его верным другом. Через несколько лет художник вступил в 20-й добровольческий стрелковый корпус, больше известный как стрелковый корпус художников. Принимал самоактивное участие в жизни своего подразделения и Лейтену присвоили звание полковника. Уже в начале 1860-х годов его ежегодный доход составлял около 4000 фунтов стерлингов. Через четыре года положение Лейтена еще более упрощилось. Он стал членом Королевской академии художеств, построил себе роскошный особняк в мастерской. В 1869 году Лейтена назначили инспектором художественных школ при Королевской академии. Крупнейшими произведениями, созданными живописцем в этом году стали две фрески по индустриальным мотивам. Его избрали президентом Королевской академии и наградили французским орденом почетного легиона. Ему присвоили дворянскую титул. В 1880 году правительство Италии предложило мастеру прислать свой портрет для уникальной коллекции автопортретов знаменитых живописцев, которая хранится в графе Уфице. А в 1896 году перед самой смертью Лейтен первым из британским художников удостоился титула барона. В 1896 году 25 января Лейтен умер. Групп с телом мастера выставили в Королевской академии, а через месяц со всеми почестями похоронили в Лондонском соборе святого Павла. Ну вот все, что я хотел вам рассказать, все, что я нашел в интернете, в Википедии, в английском художнике, ярком представителе викторианского академизма, в некоторых отношениях близких к Рафаэлитам, бароне Фредерике Лейтоне. Пока-пока, до свидания, смотрим картины. Субтитры создавал DimaTorzok